По данным следствия, 4 апреля 2019 года, вечером, недалеко от железнодорожной станции Дегилева, на женщину напали двое неизвестных. Она шла одна, возвращалась с электрички. Мужчины вначале ограбили ее, забрали деньги, телефон и золотые украшения. А после один из них совершил в отношении потерпевшие насильственные действия сексуального характера. Второе преступление произошло 8 апреля, через 4 дня, также вечером. Изменилось только место, недалеко от железнодорожной станции Лагерная, в районе поселка Ворошиловка. Я стоял вот там на стенке, он там спрятался. Когда стал проходить у нас девушка, что дальше происходило-то? Я пошел за ней, позвонил в Маркин, сказал, что ее в сторону девушка, а сам за ней пошел. Двое мужчин также напали на девушку и забрали денежные средства. А после изнасиловали и совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Все, потом, короче, он, подел в штаны, говорит, сиди здесь милые две, где был заявленный, и мы убежали. Следователи выдвинули несколько версий случившегося. Учитывались детали, способ совершенных преступлений и описание нападавших. Рассматривали приоритетную. Оба преступления совершили одни и те же люди. Также следователи предположили, что злоумышленники ранее могли отбывать наказание за аналогичные преступления. Сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД России в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых в совершенных преступлениях. Данные граждане у нас ранее судимые были, являются гражданами Российской Федерации. Один из них освободился из мест лишения свободы менее года назад, второй освободился менее двух месяцев назад. В настоящее время подозреваемые задержаны. Меры пресечения, заключение под стражу. По данным преступлениям грозит по отдельной категории максимальное наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Уже в совокупности с преступлением общий срок будет давать судья. Сейчас рассматривается уголовное дело, возбужденное по признакам преступления сразу по трем статьям. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.